Ни одно средство массовой информации, будь то газета, телевидение, сегодня на дни рекламы жить не может. А раз не может, он идет к тем, у кого есть деньги. Продает часть своих газет, эти журналисты бедные, куда им деваться. После того, как этот хозяин овладеет этой газетой, что он делает? Он диктует. Олигархи между собой делят собственность. Один не нравится, что делает тот. Или олигарх, или компания, банк защищает свои интересы. А чтобы лучше защищать, ему надо иметь влияние власти. И что они делают? Они включают журналистов в эту свою баталию. Журналисты становятся заложниками, подставленными этими богачами. Вы понимаете логику моей мысли? То есть, они вынуждены выполнять, какое там государственное средство массовой информации государство диктует. Там диктат страшнее в 10 раз. Попробуй, журналист, не сделать, что хозяин тебе сказал, который платит тебе и содержит эту газету. И когда-то журналистам надо им сказать нет. Я честью журналистки торговать не буду ради твоих денег. Вот тут государство этого журналиста должно защитить. Перед этим олигархом. Я об этом думаю, кстати.